Стартовый протокол упражнений с лентой. Наверное, самый коварный из всех коварных предметов художественной гимнастики. Ну, судя по этим соревнованиям, я, наверное, даже сравню ленту на уровень мяча. Я бы так сказала, на уровень сложности выполнения элементов и коварности предметов. Что мяч и лента абсолютно практически одинаково сложны в выполнении. Почетная и достаточно трудная задача открывать финал. Досталось в результате жеребьевки это Саша Солдатовый. Мы сейчас увидим ее композицию под музыку римского-корсакова Шахерезада. Саша Солдатовый. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУК РАЗГРЕСКОС Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодец, Саша! Виртуозная работа ленты. Напомню, что лента должна находиться в постоянных движениях. Она не должна лежать на ковре, она не должна касаться тела. Она постоянно должна выполнять собственный рисунок. Змейки, гребни. Рисунок должен быть плотный. Гребни одинаковые. Короче, очень много. Ну вот, наконец-то она надела ту самую шляпу, которую мы видели на одном из плакатов. Да, очень классно все-таки любят ее испанский народ. У Саши молодец. Я думаю, что этот старт для нее очень даже успешный. АПЛОДИСМЕНТЫ 18.95 Это как бы такова высокая планка, которую задала своим выступлением Саша Солдатова. Вообще, обычно в соревнованиях оценки за ленту несколько отличаются от всех остальных. Они несколько ниже. Вот для ленты 18.95 это очень высокая оценка. Это очень высокая, да, хорошая оценка. И вот здесь и таки, Микки Сетя Доракиса, исполняет Дэвид Гарретт. Всемирная известность припатч. Не было элемента риска. Был бросок и не было кувырков. Но в этой ситуации судья может засчитать по-своему. Это даже может быть как своего рода мастерство. Если оно не выполнено с продолжением, то засчитывается просто по-другому, как критерий мастерства. И сейчас в гимнастике нет карточек, на которых написано, что ты делаешь, на которых раньше подтверждалось твое выполнение. Поэтому сейчас судится так, что судья увидел, то и засчитал. Поэтому тут как бы нельзя сказать, что она допустила такую грубую ошибку, не сделав риск. Но это считается, наверное, как три или четыре десятых мастерства. Поэтому главное, что не была допущена грубая ошибка, потеря. И слава богу. Обязывающее нарастание темпа к концу упражнений, когда гимнастка уже устает. И если технически недостаточно подготовлено, конечно, ей будет трудно справиться. Трудно, трудно. Ну и вообще выполнять четвертый вид уже за целый день соревновательный. Это очень сложно и морально, и физически. Напомню, что мы, дорогие друзья, сейчас с вами наблюдаем последний финал. Кубка вызова из Влада Лахары для гимнасток в индивидуальной программе. Всем невысокая оценка для Евы Милищук, Кати Селезнева. Музыкальная тема из сериала. Музыкальная тема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кокетливая очень композиция. Соответствует тематике упомянутого телесериала. Я хочу сказать, что в эти же сроки, что и кубок вызова в Вадалахари, в Минске проходили тестовые соревнования европейским играм, которые пройдут в июне месяце в столице Белоруссии. И с удовольствием хочу сказать о том, что российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в многоборье на этих тестовых соревнованиях. Второе место там заняла Арина Аверина. Ну и третье место Арина Горносько из Белоруссии. По правилам этих тестовых соревнований на пьедестал может подняться только одна представительница страны. Поэтому Арина Горносько стала в результате второй. А на третье место поднялась румынка Андрея Вердес. Вот таковы итоги этих тестовых соревнований. 18.2 получила Катя. На второе место выходит Катя Селезнева. Продолжает финал. Александра Джо-Джо-Колеза. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, что танго-кумпарситы узнали многие, а голос звучит итальянская певица, популярная Милве. Вообще, надо сказать, что музыкальное сопровождение этого сезона практически уникальное. Нет повторов. Иногда в сезоне мы даже такой антирейтинг ввели, повторов, фонограмм. В этом сезоне очень музыка разнообразная, это, конечно, очень радует. Да, хорошие композиции ставили девочки. Я даже боюсь представить, что будет на Олимпиаде, потому что действительно все очень серьезно подходят сейчас к выбору музыки и постановке композиции, потому что это сейчас очень важно, артистика и исполнение упражнений, совпадение музыки и гимнастки, это очень важно. Сейчас Милена демонстрировала стойку на голове, достаточно опасный элемент. Травма опасный. Да, да. Но он не запрещен. Да, и ее фишка тоже, опять же, ее коронный элемент, который делает только она и больше никто. Разные элементы, способы вращения под летающим предметом демонстрирует гимнастке изменение плоскостей, уровня. И новые, мне казалось, что раньше так не делали, с поднятой рукой, немножко похоже на фигурное катание. Но это уже, наверное, своего рода выполнение техники, исполнение риска, потому что Ирина Александровна у нас учит, допустим, руки опускать вниз по ходу движения. Ну, кому-то, возможно, удобно и с рукой наверх. Сейчас выполнять одинаковые вращения под рисками нельзя. Нужно разнообразие, и они должны отличаться, и это должно видно быть. Потому что, если будет повторяться, соответственно, риски будут не считаться, не засчитываться. Зохра Агамирова. Зохра Агамирова. Зохра Агамирова. Субтитры делал DimaTorzok 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 Япония Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хочу еще заметить, что при работе с лентой она не должна касаться тела гимнастки, потому что за каждое касание ленты, незадуманное, так сказать, Это идет сразу сбавка к оценке. И при броске, при невысоком броске, обязательно конец ленты должен отрываться от пола. Вот что мы сейчас видели, конец ленточки лежал на полу. Это тоже своего рода сбавка. Вся лента должна выйти в воздух, неважно, высокий или маленький это бросок. Желательно. Александр Попержик, абсолютная чемпионка своей страны в 2017 году. В этом году она выступала на международном турнире Любляна. Очень удачно завоевала медали разного достоинства, в том числе и за ленту получила золото. КОНЕЦ А вот еще одна представительница США, Настасья Генералова. КОНЕЦ 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 Вот такая Настасья, 2000 года рождения, 19 лет. Девушка, очень амбициозная, экзотичная гимнастка. Да, хочет быть первой темнокожей гимнасткой, которая бы участвовала в Олимпиаде, стремится в Токио. Ну это, пожалуй, вторая гимнастка темнокожая. Настасья на соревнованиях в таком высоком уровне выступает после Грейс Легот из Южной Африки, которая в силу разных причин не выступила в Рио-де-Жанейро. Возможно, у Настасьи это получится. Родилась она в Лос-Анджелесе, но она русская, по маме. Мама москвичка, и сама Настасья частенько бывает в Москве. Бабушка с дедушкой живут у нее на Преображенской площади. Так что все очень связано. Но это видно по имени и фамилии, конечно, гимнастки. Она достаточно удачно участвовала в панамериканском чемпионате в течение двух лет. И в 17-18 году золото в команде завоевала, бронзу в многоборье, и в финалах получила медали. В прошлом году в Марбелье серебро в булавах. Это гран-при в Марбелье. А это, насколько я понимаю, Татьяна Иткина. Она родом из Львова представляет Украинскую школу художественной гимнастики. Такой творческий тандем. Но сама Настасья параллельно еще и в модельном бизнесе подписала контракт с одним из агентств. Знаю, как ее на все хватит, да? Молодец. Итак, дорогие друзья, ждем оценку Анастасии, американки Анастасии. И отмечаем, что на первом месте Саша Солдатова, на втором месте Екатерина Селезнева, и на третьем месте Александра Аджуджу Кулезе из Италии. Поздравляем Россию и Сашу, и Катю.